Ну что, друзья, а вот и первые бомбы на Воронеж упали, я сейчас о первых плодах аферы со Сбербанком, которую пропагандисты почему-то ласково называют ребрендингом. Так вот, на днях из онлайн-приложения банка исчезли окна, куда вводились показания приборов учёта при оплате услуг ЖКХ, показания счётчиков на понятном языке. К сожалению, мужчины меня сейчас вряд ли поймут, потому что коммуналку у нас оплачивают в основном женщины, но, господа, поверьте мне, эта функция отныне недоступна. Можете у своих мам-жён спросить, что это значит. А это значит теперь, как при совке, показания придётся передавать какой-то сторонней организации, дожидаться, пока там сведут дебет с кредитом, выставят счёт. Лишь после этого абонент сможет исполнить свои финансовые обязательства перед поставщиком. Сейчас расскажу подробнее. Начинаем! А вот теперь, господа, о прелестях данного изменения в деталях, так сказать. Ну, во-первых, во-первых, всё это лишнее телодвижение. Как вы понимаете, в каких-то случаях даже беготня по инстанциям, то есть времени придётся потратить целую кучу. Не забываем, и это уже во-вторых, оно ещё и по нервам здорово шарахнет, каким образом. А вы попробуйте, например, своей бабушке вкратце объяснить, что система начнёт работать по-новому и обучить её этому по-новому. Ага, уверен, вы бабулю пользоваться онлайном-то год учили, чуть не поубивали в процессе друг друга. И вот теперь, когда бабушка, наконец, привыкла, всё снова поменялось. Супер! Ну и в-третьих, а вот это самое главное, на мой взгляд, любые новые правила всегда создают панику и непонимание. Выше сказал, а значит, в обозримом будущем мы получим массу несвоевременных платежей от населения. То есть подошли к фишке. Именно. Людям придётся платить пение или штрафные санкции. Внимание, вопрос. А кто-нибудь из вас знает, куда вообще за тем идут эти пени, в чей карман в смысле? Может быть, в бюджет? Нет. Может, коммунальщики из этих денег какой-то специальный счёт формируют, и штрафные деньги впоследствии тратятся на обновление или строительство новых коммуникаций? Тоже нет. Я вам отвечу. Никто не знает судьбу этих процентов. То есть как бы штрафы взимаются. Однако, какому коню достанется корм, да знает только владелец коня, видимо. Ребят, поздравляю. Нас опять объегорили, пока мы с вами на пританцовывающего Грефа смотрели. Вот в этих роликах по ящику он с ребятишками дотанцевал себе на ещё один маленький свечной заводик. Ай, молодец какой! Мы рядом с человеком, в его районе, в городе, по пути на работу или по дороге домой. Ведь у нас более 13,5 тысяч отделений в 8 тысячах населённых пунктах в 85 регионах стран. На самом деле, очень жаль, конечно, что наши сограждане не любят такие вот сложные экономические темы. Людям кажется, ой, это такой тёмный лес, да и вообще меня оно вроде как не касается. Я вам возражу, касается причём напрямую, досмотрите до конца и всё поймёте. Итак, начнём с того, я недаром во всей истории употребляю слово афера. Это и есть афера, потому что масштабная, наглая, бесцеремонная, но обо всём по порядку. Полгода назад правительство выкупило Сбербанку частных инвесторов за почти 3 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния. Всё это происходило на фоне кризиса. В разгар пандемии мы ещё тогда задавались вопросом «Зачем?». Прошло совсем немного времени, и Греф затевает глобальный ребрендинг, переделывая крупнейший банк страны, снова вдруг ставший государственным, а значит, за наш счёт совершенно новое предприятие от 300 до 500 миллионов долларов. По разным оценкам, это затея россиянам обойдётся. Да, на банк, похоже, мало. Как-то поуютнее. Говоря об уюте, может быть, кофе с дороги? Кофе? Я не знал, что вас теперь кофе подают. Спасибо. Растворимый, пожалуйста. А вот тут не могу не согласиться с продажным артистом, потому что это действительно уже не банк, это новое предприятие выше сказал, даже в названии. Теперь слово «банк» отсутствует. Оно, конечно, радостно, что новое, но есть во всём этом и другая сторона медали. С точки зрения экономических процессов, расклад по собственникам в новом предприятии может быть пересмотрен, что, скорее всего, и произойдёт очень скоро в итоге. А в итоге государство, подозреваю, опять потеряет свой контрольный пакет акций. Сбер снова станет частной лавочкой. Ух ты! Мы с вами заплатили кучу денег и остались ни с чем. Браво! Бизнес по-русски! Какой же умница этот мистер Греф. Для тех, кому интересные детали произошедшего, найдите вот это вот моё видео у меня на канале. Я там прям на пальцах всё объяснял. И восхититесь танцующим мальчиком Грефом. А мы продолжаем. Это реальная журналистика, больше интересного во второй части выпуска. Поехали! А вот теперь о том, как вся эта движуха коснётся нас с вами, конкретно простых людей. Для начала мы всё время забываем, что со времён Союза в российской экономике мало что изменилось. Это вам, живущим в Москве или в Питере, в Екатеринбурге, в Новосибе. Непонятны мои стенания. Довольно часто, кстати, читаю комментарии от таких зрителей. Ой, объявить им байкот и вся недолга. Тупо не пользоваться услугами Сбера. Ох и попляшут тогда, ребята. Да нет, не попляшут. Повторюсь, мы как-то не берём во внимание, что Россия это не только крупные города. Существует десятки и даже сотни тысяч городов, городков и весей, где единственным признаком цивилизации по всей день остаются отделения Сбербанка и Почты России. Там больше нет ничего. И таких депрессивных территорий в стране больше половины. Ну, а пережить холода людям помогают волонтёры. Сейчас подводят итоги акции «Подари дрова». Она началась ещё летом. Сколько домов за этот период обогрели, выяснил Роман Паршинцев. А теперь представьте, что хочет сделать Греф со всеми этими территориями, пока только с ними. Потом переключится на более крупный. Правильно. Он хочет стать там хозяином, то есть добиться, когда всё завязано исключительно на его конторе. Не только банковские операции, а вообще всё. Чтобы за связью в Сберб, за покупками в Сберб, за медпомощью в Сберб. Даже такси вызвать и то в Сберб. Он, кстати, уже сейчас это озвучивает. Там же в Сбербе будут лежать деньги бюджетных и государственных структур. В конце концов, фирма Германа Оскаровича как паук. А плетёт своей паутиной экономику России, подомнёт под себя страну. Эти желания понятны. Добиться, чтобы каждая копейка из каждого кошелька моего, твоего, твоего, вот её контролировались. Контролировалась этими ребятами, не государством. Недаром, я выше сказал, они прилагают сейчас максимум усилий, чтобы снова сделать компанию частной. А дальше? Пишите письма, выбирайте себе каких угодно президентов, депутатов, губернаторов, мэров. Это уже будет неважно. У кого деньги, тот и командует парадом. Я думаю, многие из вас смотрели американские фантастические фильмы, где в недалёком будущем миром правят корпорации. Мы-то их просто смотрели. А Греф вот решил попробовать его платить. Он и в жизнь. Мало того, что Греф спёр целый банк через ребрендинг, так ещё намерен установить тотальный диктат в России. Посмотрите внимательно на эти задачи, которые ставят перед Сбербанком его топ-менеджеры. Речь идёт не просто об интеграции целых предприятий и секторов экономики в их экосистему, а о делении экономики страны на своих и на чужих. Конечно, кто-то мне сейчас может сказать, но ведь в Советском Союзе именно так и было. Именно Госбанк через свои сберкассы контролировал все финансовые потоки в стране. И ничего, хорошо жили-то. Ещё раз, ребят. Госбанк СССР и его сберкассы контролировались непосредственно нашим государством, партией и правительством. Руководство же нынешнего Сбера мечтает от государства дистанцироваться. Вся эта движуха с продажей контрольного пакета затевалась ради привлечения дополнительных средств и отвлечения внимания от главного. Что произойдёт, если у них выгорит? В смысле, чего нам-то ожидать? Да я думаю, и так понятно. Когда частный капитал задумывался о простых смертных. Крупы с Ротшильдами, вон, на мировых войнах деньги делали. Им было не стрёмно. Людей убивали миллионами, а эти купоны стригли. Вы думаете, вот у него, если стрельнет, что-то где-то зачешется? В завершении, ребят, приведу простой пример. Очень рекомендую обратить ваши взоры в сторону страны бывшего соцлагеря под названием Болгария. Не просто обратить. Почитать про них. Попытаться проанализировать прочитанное. Дело в том, что некоторое время назад, вот так же, с молчаливого согласия самих болгар, которым было, да этим вообще не интересуюсь. Вся экономика их страны легла под частный капитал европейских и российских олигархов. Сегодня в Болгарии, ну там ничего не принадлежит. Они как гастарбайтеры. Как обслуживающий персонал. Живут на своей земле, но на птичьих правах. Там даже если дом человек покупает, земля под домом, не его в прямом смысле. И сделать, увы, уже ничего нельзя. Сделка состоялась и обратного хода она не имеет. Я это к чему? Много раз говорил, забудьте вы о том, будто Третья мировая война будет выглядеть, как вы к тому привыкли. Стреляют пушки, пулеметы, ракеты с бомбами летают. Нет. Третья мировая война станет экономической войной. Просто однажды к вам в дверь позвонят и скажут, так, мы все здесь купили, выход найдешь. Все, переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно оставляйте комментарии. Это поможет попасть видео в тренды и в рекомендованные. Сейчас YouTube нам очень сильно пакостит. Надеюсь на вас. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте под ними. Мы обсудим, а я за сим спешу. Откланяться пока. Пока.